Соправдная команда не только разом перемогает, а и разом делает добрые учинки. Хоккеисты клуба Гомель напереда Дни дня веда уприняли в делу доброчинной акции. Подобязности в наступном сюжете. Веросень для хоккеистов и школьников – особливый месяц. У одних стартует чемпионат, у других – навучальный год. Важность правильной подрыхтовки в клубе доброразумеют. Уличивающие то, что взаимодопомога и поддержка, якости, знаемая кожному хоккеисту, в делу доброчинной акции. На пяре до Дни 1-го вересня в Гомельском хоккейном клубе стал традиционным. На этот раз хоккейная дружина разом с персоналом вырошила допомогчу семьи Лутковых. Вы знаете, мы традиционно с хоккеистами команды экстралиги оказываем помощь детям, сиротам, в детские дома ездим, ездили в гематологическое отделение нашей больницы РМПЦ. Поэтому для нас это абсолютно традиционная акция. И накануне Дня знаний мы считаем своим долгом, конечно, оказать помощь ребенку и полностью его собрать к школе. И самое главное – подготовить его к дальнейшей жизни, чтобы он вел здоровый спортивный образ жизни. Уже завтра шастигодовый Микита у першиню пероступить порог школы номер 26. И зараз для этого у него есть все необходимое. Работники клуба поклопотились не только в канцелярских приналежностях. Сегодня у хлопчика уже есть письмовый стол, стул, настольная лямпа и навод мобильный телефон, який Микита отримал с рук капитана гомельской команды Евгена Соломонова. До всего прочего, будущему першокласснику подарили школьную форму, спортивный костюм, а вот так и набор для бассейна. Радости у мать и сына от такой поддержки не было мяжи. Такая акция нам вот как раз кстати, потому что ребенка надо поднимать, он с каждым днем растет. И не всегда ты можешь что-то ему позволить купить. Так что всем огромное всем спасибо, кто смог нам в этом помочь. Теперь на пераде у гомельской дружины не просто сезон экстрализа. Однако то, что он опынется поспеховым, не выкликая сомнения. Убохокейный клуб «Гомель» – соправдная команда, у которой гуляют соправдные мужчины. Павел Михну, Алексей Немкевич, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».